МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на Солнце ТВ в студии Матвей Лебедев. Здравствуйте. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем о самых заметных событиях региона. А пока коротко о главных темах. Новые правила. Что изменилось в нормах пользования огнестрельным оружием? Полезные каникулы. На Сахалине заработали ай-ти лагеря. На страже порядка. На островах отметили 305-летие российской полиции. В законе об оружии появились новые ограничения. Об этом рассказали сотрудники Росгвардии на встрече с журналистами. Вместе с тем силовики объяснили, какими полномочиями обладают частные охранники, которые в период путины работают в районах Нерестовых рек. Об этом и не только расскажет Дмитрий Петров. Охотники смогут передавать друг другу оружие. Такая возможность появится с 15 июля, сообщили на встрече с журналистами сотрудники Росгвардии. Чтобы поделиться ружьем, достаточно составить акт прямопередачи и иметь охотничий билет. Однако в закон об оружии внесли и ряд ограничивающих поправок. Например, получить разрешение не получится без медицинского заключения при наличии судимости за тяжкие преступления, а также подозреваемым. Лишиться оружия можно за употребление наркотиков, за пьяную езду и отказ от освидетельствования. Добавили еще одно важное основание. Лицензии не выдаются гражданам, в отношении которых по результатам проверки вынесено заключение о наличии опасности нарушения прав, свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности. То есть в настоящее время граждане подвергаются проверке не только по медицинской части, так скажем, но и проверяются оперативными подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности. Сейчас в Сахалинской области более 15 тысяч островитян имеют на руках больше 27 тысяч единиц оружия различного вида и типа. Однако встречаются среди них и нарушители. Так, с начала 2023 года сотрудники Росгвардии провели больше тысячи проверок и изъяли 170 стволов и тысячу патронов. Также силовики проводят специальное профилактическое мероприятие оружия. Данное мероприятие подразумевает под собой изъятие на добровольной, на возмездной основе у граждан, недоконно храняющегося оружия, патронов, боеприпасов и зручатых материалов, зручатых веществ. Поэтому по всем вопросам можно обратиться как к территориальным органам управления внутренних дел, так и к разрешителям, которые находятся у нас на местах. Контролируют силовики и те, кто владеет оружием только на работе, то есть частные охранные предприятия. Их в регионе сейчас насчитывается 51 организация. При этом всего зарегистрировано 101 предприятие, под охраной которых находится больше 8 тысяч объектов. С начала года силовики уже провели 29 плановых и внеплановых проверок. В результате 6 должностных и 2 юридических лица привлечены к ответственности. С началом пути на количество проверок ЧОПов увеличится, когда промышленники начнут охранять нерестовые реки. В адрес Центра лицензионной работы уже поступают уведомления о взятии объектов под охрану. В ходе проведения контрольных мероприятий особое внимание будет обращаться на наличие заключенных договоров между работодобывающими предприятиями частной охранной организации, имущественной охранной деятельности в границах обслуживания частной охранной организации территории согласно договору на наличие и отсутствие специальных средств, служебного оружия, законности, его использованию в охранной деятельности. Проверить деятельность ЧОПа силовики могут и по обращению граждан, что в период Пытины становится особенно актуально. В частности в моменты, когда островитян не подпускают к рекам охранники. При этом видео нарушение поможет правоохранителям разобраться в сложившейся ситуации. Тротуары и участки проезжей части начали ремонтировать в Южно-Сахалинске. Сейчас специалисты завода имени Федотова работают на пересечении Комсомольской с Есенина в южном направлении. Выбор на это место пал не случайно. В этом районе высокая проходимость, рядом находятся школа, автобусная остановка и многоквартирные дома. Ремонт уже завершают. Подрядная организация сейчас восстанавливает асфальтобетонное покрытие. Вместе с этим меняют и поврежденные бордюры. Уже работы выполнены общей площадью более 500 квадратных метров. В планах завершить работы и выполнить работы на общей площади 100 квадратных метров. Работа по восстановлению асфальтобетонного покрытия тротуара в городе будет продолжена. В начале летнего сезона специалисты мэрии обследуют дороги, также учитывают и обращения горожан. В соответствии с ними составляют план, проводят дефектовку, а затем и сами работы. Профессиональный праздник отметили сотрудники МВД России. В этом году организации исполнилось 305 лет. В рамках торжества в областной столице открыли праздничную экспозицию. На ней представили исторические модели автомобилей, а также экспонаты милицейской и полицейской формы. Изучила их моя коллега Наталья Полчаева. В историческом парке «Россия. Моя история» собрались не только стражи порядка, но и воспитанники школ, а также юные кадеты. Ребятам провели экскурс по тематической выставке и рассказали об истории сахалинской полиции. Если ты захочешь стать полицией, тебе это все надо обязательно знать, потому что это понадобится для развития, для того, чтобы узнать, как полиция развивалась, как все было, что носили. Ребятам показали современное оружие и спецодежду, познакомились с устройством патрульного автомобиля, разрешили посидеть в машине и нажать на звуковой сигнал. Кинологи представили публике своих подопечных и рассказали об особенностях дессировки служебных собак. Особый восторг у детей вызвало встречи с экспертами-криминалистами. Демонстрируем пример работы криминалистической техники. В данном случае это криминалистический чемодан универсальный, предназначенный для работы на месте происшествия. И в данный момент мы показываем детям пример получения отпечатков пальцев рук. В настоящий момент в Сахалинской области службу несут около 3000 полицейских. Им была посвящена главная часть мероприятия. Отличившимся в службе, сотрудникам вручили ведомственные медали и награды. Безусловно, для нас, для сотрудников полиции этот день, конечно же, важен. Потому что 305 лет мы стоим на страже порядка, защищаем жизнь и здоровье граждан, их имущество и охраняем общественный порядок и общественную безопасность. В том числе профилактика правонарушений. В заключительной части мероприятия со словами благодарности и поздравлением выступила вице-мэрб Южно-Сахалинска Елена Федорова. Наталья Полчаева, Иван Гамзов, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ. Интенсивные смены IT-Ассорти работают в центрах цифрового образования IT-Куб. Это летние лагеря для школьников, живущих в Южно-Сахалинске и Тымовском районе. В программе ускоренное знакомство с техническими направлениями. Среди них есть уроки программирования, конструирования виртуальной реальности и многое другое. В старшей и младшей группах занимаются дети в возрасте от 7 до 16 лет. По 4 часа в день, 2 недели они постигают азы программирования роботов и на языке Python 3D-моделирование, создание приложений для Android. Главная задача лагеря – поиск будущих учеников IT-Куба. Ну и, соответственно, еще набор идет первоначальных детей, которые еще нигде не обучались, ну или где-то обучались, но приходят к нам. В основном у нас это как бы IT-направление, мы стараемся готовить такие кадры, так скажем, программистов. Ну, также как бы и в VR-е дети там пробуют свои силы, компьютерные графики, в кибер-гиге, они с большими данными работают. Посещение лагеря, как и обучение в IT-Кубе, бесплатное. Добавлю, что после окончания первой смены, во второй половине июня, откроется новое. Желающие смогут записать на нее детей, заполнив анкету в социальных сетях центра. Вы смотрите новости на Солнце ТВ и мы продолжаем. Южно-сахалинцы стали участниками праздника детства. Его провели в жилом комплексе «Малиновка». Для ребят и их родители устроили развлекательную программу с песнями, танцами и конкурсами. Праздник детства проводят уже в седьмой раз подряд. Организатором выступает компания-застройщик жилого комплекса «Лига дизайн трейдинг». Это в рамках некого добрососедства, то есть объединения жителей, детей в одно сообщество, дружелюбное сообщество. Этот праздник мы проводим ежегодно во всех своих дворах. То есть группы компаний «Лига», совместная управляющая компания «Застройщик». То есть мы единое целое. Мы собрались с подругами сюда, у нас около пяти человек. Вот, весело проводим время вместе. Детям предлагали бесплатный аквагрим, также для всех приготовили вкусные угощения и напитки. Далее мой коллега расскажет о других новостях Сахалинской области, заслуживающих внимания. В этом году в Долинском районе более 360 семей переедут из аварийного жилья в новые квартиры. Новостройки возводят на пяти площадках. Три дома строят в райцентре, остальные в селах Стародубское, Углезаводск и Сокол. Жилье сдадут с отделкой под ключ, людям нужно будет только перевезти мебель. До конца 2026 года планируется улучшить жилищные условия более чем трем тысячам жителей городского округа. Капремонт проведут в двух корпусах детской художественной школы областного центра. В здании на пограничном 31 отремонтируют крышу, заменять систему водоотведения и отмостку, приведут в порядок фасад. Работы планируются закончить до 1 сентября, пока в учреждении нет детей. В главном корпусе школы на Курильской 35 за лето выполнят частичную замену сетей отопления. В Южно-Сахалинске заработал бесплатный номер диспетчера пассажирских перевозок для звонков с мобильного. Набрав звездочка 6515, можно получить информацию о работе общественного транспорта. Оператор расскажет, каким маршрутом воспользоваться, понадобится ли пересадка, где находится нужный автобус. Для звонков со стационарных телефонов можно по-прежнему использовать номер 556515. Он останется актуальным и для сотовых. Диспетчеры работают с 6 до 23 часов. Победой и ничьей закончились матчи Сахалина в четвертом туре Дальневосточной юношеской футбольной лиги. В Приморском крае с локомотивом играли два возраста островных спортсменов до 16 и до 18 лет. Сначала младшие проиграли 2-1. Спустя час состоялся матч старшего состава, который завершился победой со счетом 5-1. В итоге, благодаря трем набранным очкам, Сахалин Ю-18 попал на вершину турнирной таблицы. Он лидер не только по очкам, но и по числу побед. Футбольный клуб «Сахалин» добыл очередные три очка в чемпионате России. В 33-м туре команда на своем поле оказалась сильнее гостей из Хабаровска. Второй состав СКА островитяне переиграли со счетом 2-1. Первый гол удалось забить в первом тайме. Сделать это удалось за счет грубости хабаровчан. Гости были неаккуратны в собственной штрафной, что привело к пенальти. Удар с точки реализовал Евгений Матрахов. В середине второго тайма СКА восстановил равенство, но меньше чем через 10 минут все тот же Евгений Матрахов вывел хозяев вперед. Обоюда острая игра была. Не сказать, чтобы сильно много моментов голевых было создано. Но сегодня на первое место вышли бойцовские качества, желания. И в конечном итоге оно принесло нам успех. После этой победы Сахалин поднялся на 16-ю строчку третьей группы. В активе команды 34 набранных очка. Впереди у островитян последняя игра чемпионата. Она состоится 10 июня на стадионе «Спартак». Соперником будет молодежный состав «Химок». Литающие лыжники Сахалина проверили свои силы на фоне именитых соперников. Шанс выпал на открытом региональном чемпионате по прыжкам с трамплина. Конкуренцию островитянам составили члены сборной России. Для них турнир стал частью тренировочных сборов. Как он проходит, расскажет моя коллега Аделина Леонова. В день соревнований погода хворает. Дождь хоть и не стал причиной отмены стартов, но трудности в виде намокших костюмов спортсменам добавил. Однако для тех, кто упорно готовится к каждым соревнованиям, не существует препятствий. В этот раз лыжники прыгают с самого большого трамплина К-72. Подготовка, технические тренировки, прыжковые тренировки. Так как у нас в городе нет трамплинов, на старых лыжах по хвое катались. Технические тренировки, чтобы если на трамплине будет уже трамплин высох, чтобы даже если лыжи тупанули, можно было устоять. Всего у участников было по одной пробной попытке, чтобы адаптироваться к условиям соревновательного дня и два зачетных прыжка на результат. Высоту разгона регулировали в зависимости от возраста спортсмена. Мы открываем чемпионат Сахалинской области на призы «Советский Сахалин». Это было в далеких начало 30-х годов. Потом, к сожалению, эта традиция, так скажем, исчезла. Но мы ее возобновляем в этом году и возобновляем ее полноценно даже с таким составом. У нас приехала сборная команды России по прыжкам на лыжах с трамплина. Мужская сборная России прилетела на Сахалин впервые. Спортсмены здесь уже около недели. Для наших юных лыжников это возможность принять опыт у призеров Олимпийских игр и участников других крупных соревнований. В конце июня регион посетит и женская сборная этого вида спорта. Спрашивают автографы, спрашивают, как там в осадке сидеть, как на тренировке разминаться. Мы ходили в поход буквально недавно, два дня назад, что ли, вместе с этими, со всеми ребятами, со всей школой мы шли, разговаривали, обсуждали какие-никакие моменты тренировочные. И мне кажется, им нравится, и мы только для этого сюда приехали, чтобы поднять их мотивацию прыгать. По итогам прыжков среди юниоров победу одержал Артем Мясников. Второе место занял Дмитрий Серегин. Бронзу забрал Данил Красковский. Среди мужчин лидером стал Данил Садреев. Серебряную медаль взял Евгений Климов. Из Пермского края тройку замкнул Кирилл Котик. Из Нижегородской области. Адалина Леонова, Иван Гамзов, Александр Кладов, Солнце ТВ. Эфир нашей программы подходит к концу. Выпуск завершит прогноз погоды. А у меня на этом все. Напомню, об актуальных новостях региона также можно узнать на наших страницах в социальных сетях. А на ютюбе посмотреть сюжеты, выходившие в эфир. В студии был Матвей Лебедев. Всего доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Двери в империи. Прекрасная цена. На входную дверь Торекс 29 900 рублей. Успей купить по выгодной цене. Установка двери с гарантией. Бесплатная доставка по Сахалину. Подробности по телефону 505 500 и на сайте. www.505500.ru КОНЕЦ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова